сегодня мы с вами начинаем серию лекций по книге уникальное пособие для ищущих знания и я надеюсь эти уроки будут полезны для всех для всех тех кто еще или уже изучает какие-то шариатские науки в принципе учится и будет полезно узнать правильно ли он себя ведет улучшить свой ада поставить правильно намерение это намерение может подкорректировать обновить для тех кто еще не стал на путь ищущих знаний возможно вдохновиться и все-таки начать до получать знания быть вот именно жаждущим этих знаний и возможно эта книга будет как таким первым шагом книга она не является большим трудом да но такой первый шаг иншала к познанию вот этих знаний да то есть к пониманию как себя вести к пониманию что же ожидать от маджлиса а им да то есть вот такие всякие моменты интересные шала мы с вами будем изучать в этой книги до познавать прочитаем такое вступление от автора иншала до чтобы была польза полная для всех хвала аллаху мы вас воздаем ему хвалу просим его о помощи и прощение и прибегаем к аллаху от зла наших душ и наших дурных поступков кого аллах выводит на правильный путь того никто не ведет в не поведет не поведет верным путем свидетельствую что нет бога кроме аллаха единого у которого нет все товарищи и свидетельствую что мухаммед его рад и посланник что мухаммед его рад и посланник то есть как обычное вступление да у всех книг с басмали да ваим аллаха идет начало бисмилляхи рухмани рухим и затем хамд прославление аллаху субхану таали о те кто уверовал бойтесь аллаха как подобает его бояться и не умирайте иначе как предавшими предавшимися да то есть имеется ввиду мусульмун да то есть кто предал себя полностью исламу о аллах бойтесь вашего о люди что-то я распереживался о люди бойтесь вашего господа который создал вас из одного человека и создал из него же пару ему и рассеял по земле множество родившихся от них мужчин и женщин бойтесь аллаха именем которого вы требуете друг у друга соблюдения ваших прав и бойтесь разрыва родственных связей ведь поистине аллах наблюдает за вами это кран сура они все 1 аят еще хотела сказать да пока мне сестры собирается то есть такое вступление от автора мы пока мисс потом не скажу кое-какие правила и инжалла мы с вами продолжим уже как бы в книжку более подробно перейдем к теме пока сестры собирается о те кто уверовал бойтесь аллаха и говорите слова верны и тогда он исправит ваши дела и и простит вам ваши грехи и повинующийся аллаху и посланнику его достигнет великого успеха да то есть одна из причин успеха повинования аллаху и его посланнику ибн аль-мубарака досмелуются над ним аллах спросили что должны делать люди постигающие знания на то есть тот кто изучает ищет знания он ответил не браться ни за что не обладая знания то есть знание это является такое ключ к тому чтобы что-то чем-то заняться что-то делать да то есть если человек он не понимает не знает например как молиться да то ему сначала нужно это познать нужно определить что делать как поступать такие действия и так далее то есть знания они важны это золотое правило на все случаи жизни и она прежде всего касается искать или знания на то есть поля буляль а поскольку путь к знанию долог и термист всякий кто желает встать на него должен сдать свое дело и учиться тому как идти на пути знаний и преодолевать отдельные его этапы здесь вот важный момент нужно понять что знание вот этот путь к знанию он долог и термист иногда став на вот этот путь знаний некоторые ложно полагают что вот месяц два и все я уже там стану все знающий да или как иногда говорит вот он учился там пять лет там где-то там египте в сирии не знаю где сауди или еще что то то есть он там уже ученый то есть и уже дальше прекращает вот этот познание продолжение знаний на самом деле путь к знанию да он такой вот с того момента как вы начали да и в принципе до конца жизни невозможно все это знание одолеть это все знания постичь поэтому принципе на протяжении всей жизни в той или иной степени мы познаем что-то да и в любом случае каждый из нас вот этот жажда познания она присуща у каждой другое дело в какую в какое русло мы его направляем потому что если вы например не будете читать какое-то шариатское знание если вы не будете например изучать арабский язык если вы не будете учить там какие-то шариатские предметы куран то конечно же этот пробел в жажде или как бы в познании вы будете заполнять чем-то другим то есть кто-то может просто листать на и ленту там инстаграме кто-то может там фейсбук кто-то в youtube кто-то просто зашел что-то там почитал сюда туда да то есть такой интернет он засасывает и как правило всех вот переключать внимание отсюда туда то есть если не концентрироваться не ставить цель что я хочу например вот сейчас какой-то курс пойти вот это изучить вот это изучить то в принципе как правило вы заполните чем-то это эту как бы ношу познание кто-то просто на лавочке там с бабушками будет сидеть и обсуждать соседей кто-то будет сидеть там с знаю сестрами в комнате и тоже что-то говорить то есть вот эта жажда познания она присутствует но про нужно ее правильно направить да то есть направить ее не в как бы харам не там какие-то там сериалы да или еще что-то а заполнить ее знаниями правильными знаниями да то есть чтобы эти знания были полезны и вот это очень важно понять да потому что многие говорят у меня нету времени на получение знаний у меня там семья но при этом я думаю любой человек ну это если он уже в каком-то рабстве наверное или там не знаю каких-то уже там страшных таких обстоятельствах то есть когда он прям не может себе уделить там каких-то полчаса в день да то есть и с ним никто не общается и вот он просто как раб то есть наверное в таких обстоятельствах конечно человек не не видит просвета да то есть он как бы у него нету возможности там что-то познавать это он наблюдает например может наблюдать вокруг да и как бы делать какие-то выводы то есть человека есть вот это вот нужна нужда в познании и то что я сказала да то есть когда вы посвящаете какие-то 15 там 20 полчаса минут на то что просто поболтать ни о чем например с там с какой-то бабушкой допустим на лавочке ну условно говоря да то есть это может быть любой человек если это не полезные здания да то есть тоже нужно вести конечно вот как бы такие дружеские отношения да то есть не значит что не надо с кем общаться там или еще что-то но если как бы разговоры ни о чем каждый день ни о чем ни о чем раз не чем 2 и как правило такие разговоры ни о чем каждый знает что они могут приводить к ну как бы разговорам о запретном да то есть обсуждение кого-то или еще что-то потому что ну что если у вас нет общей темы допустим разговора научный да допустим по корану или что-то ну бизнес какие-то вопросы ну опять же если если нету таких вот важных вопросов да то она переходит запреты поэтому сразу изначально если поставить цель и направить это в нужное русло иншала будет помимо того что вы вот этот свое свой пробел в познании будете заполнять так это будет еще полезно и иншала будете получать за это награду противном случае он погибнет сам и погубить других на то есть если будут эти знания вот туда куда нужны заблудится сам и ведет заблуждение других аль-бушанджи сказал кто захочет понять религию овладеть знаниями пренебрегая правила правила правилами его постижения тот уже стоит на пути возделить возведение лжи на аллаха и его посланника то есть еще определенные правила изучения знаний то есть это не так часто у нас бывает что не знаю например как как например строится дали или на то или иное допустим хоком на тот или иной хоком в да ложно видя какой-то один долин ну на их по или по их мнению подтверждающих мини они его берут и в конце концов ну как бы раз раздувает на самом деле там есть определенные правила шариатские как работают с долилями и так далее человек кто не знает подробности да ему почему не разрешается какие-то хокомы делать потому что нужно как бы в общем картину видеть да то есть видим в общем картину то есть если человек например врачу пришел он видит причек он этот прич как бы но если это он понимает что это как бы его следствие например какого-то внутреннего там проблем например да то есть просто только причем лечит он внутри, так и алим, да, то есть он не смотрит просто на вот один какой-то вопрос, он смотрит это в комплексе с другими. И разные другие еще моменты, да, то есть если их не знать, как вот здесь сказано, то есть нужно, то есть можно заблудиться, да, и заблудить других, то есть тех людей, которые, допустим, к тебе поверят, да, или которые вот эти, ну, по причине того, что знаний тоже у них мало, они могут заблудиться еще больше, да, то есть возможно у кого-то еще меньше знаний. Для владения знаниями есть краткий путь, следуя которому можно достичь высших ступеней в науках, а также получить большой объем знаний за короткий срок, а изучение таких путей позволит избежать многих неприятностей, да, то есть есть определенные вот, как бы, пункты, которые следует соблюдать, и, иншаллах, это будет одной из причин в постепенности и правильности получения этих знаний, а не вот каких-то отрывков, которые сложно сложить воедино. Именно это и побудило меня, то есть это от автора, да, написать эту книгу, чтобы она стала практическим руководством для меня и моих братьев, и сестер, занимающихся поисками религиозного исламского знания. Я прошу Аллаха, чтобы эта книга принесла пользу, да, амин, и прошу, чтобы она была написана только ради его благородного лика, да, то есть чтобы все деяния, в том числе и благие, которые кажутся, да, чтобы намерение тоже было ради Аллаха Субханата Аля, да, иншаллах, как бы, наше намерение таково тоже. Ну, и структура книги, которая здесь описывается. Приступая к работе над этой книгой, я задал самому себе четыре вопроса и попытался как можно более полно на них ответить. И вот эти вопросы, которые будем решать. Для чего мы учимся, да, то есть это важно. А зачем мне учиться часто? Ну, что мне, вот, что я буду, ну, как бы, польза какая, да, то есть в любом случае, какая, какую пользу я, какой ресурс я приобрету, при помощи чего мы учимся, то есть какие, то есть какие средства, да, при помощи чего, как мы учимся, способы и у кого мы учимся, да, то есть те люди, у кого мы познаем, постигаем знания. Из ответов на эти четыре главных вопроса, да, получилось четыре части книг, которые в своей совокупности составляют целостную программу для искателя знания. Эти вопросы предваряет вводная часть о достоинстве знания. Да, то есть это главный, как бы, цель, главные вопросы, которые автор поставил для того, чтобы у тех, кто или уже на пути знаний, или желает встать на этот путь, или, возможно, не желает, но вот после этого, ну, такое желание появится, да, чтобы эти вопросы были явные, понятные и облегчили вот эти этапы и правильность получения знаний. Я изучил все доступные мне книги ученых, которые исследовали проблемы правил поведения знающего и обучающегося. То есть это такой, как бы, сжатая выжимка, да, каких-то основных моментов. Ну, понятно, есть книги, которые более такие, как бы, обширные, да, то есть это очень такая доступная. То есть первый этап – это очень хорошая книга, вот на первом этапе понять. Но есть и, конечно же, и другие. Так. Я во многом использовал две великолепные книги, которые по праву считают наилучшими из того, что написано по данной проблеме, а именно Аль-Джами, ну, здесь он «Собрание вопросов этики рассказчика и слушателя», да, и «Собрание повествований о знаниях». То есть это основные две книги, которые, как бы, в основе этого уже, этой книги стоят. «Хвала Аллаху, в нашей книге передана суть этих двух сочинений, а сделать это мне помогло то, что я внимательно изучил эти книги и вкратце изложил их содержание». Да, то есть, как я уже сказала, такая выжимка вот этих двух книг автор сделал. «В свою книгу я включил много высказываний наших праведных предшественников и учёных прошлого и привёл множество рассказов, повествующих об их поступках и образах жизни. Поступая так, я преследовал две цели». Да, то есть здесь у нас есть, как бы, примеры. Не просто, вот, там, какие-то слова, да, и высокие без примера. Вот есть конкретные примеры. Какие цели, да, достичь большей убедительности? То есть, когда мы видим явные примеры, да, это, как бы, долиль, и это более убедительно. И второе, добиться того, чтобы искатель знания, как бы, оказался среди этих людей и последовал их примеру. «Ибо он увидит, сколь близко они были к истинному исламу и сколь искренне следовали примеру пророка, словах Али-Ассалям, поистине живой пример учит лучше всяких слов». Да, то есть, действительно, когда мы видим, что это не просто слова из книги, а это слова, которые, как бы, за которыми следовали, которые были на практике, да, соответственно, это стаёт более ближе, и понимаем, что это не для каких-то ангелов, не для каких-то таких сверхлюдей, это для обычных людей тоже, иншалла, доступно. Мы просим Аллаха, чтобы эта книга принесла пользу людям, просим щедро вознаградить его составителей, читателей, указать нам истинный и правильный путь. Аминь. «Поистине Аллах хвала ему щедрейший и лучший из всех, кому обращаются с просьбами и мольбами, да благословит Аллах и приветствует нашего пророка Мухаммада, члена его семьи и его сподвижников». То есть, это пишет автор этого и книги. Вот такие цели мы про них сказали, иншалла. И перейдём теперь непосредственно уже к водной части, иншалла. «Несколько слов о достоинстве знаний и учёных». Ну, перед тем, ещё как в водной части, да, я хотела сказать, ну, в принципе, что вы можете там свои какие-то комментарии писать в чате, да, и я это, иншалла, вижу. Вот, ну, без ниля. После этого запись, вот, которая в зуме, выставлю, иншалла, в ютубе для тех, кто хочет ознакомиться ещё в дальнейшем с этими лекциями. Ещё такой момент, что, скорее всего, мы не будем прям там задерживаться, да, то есть это не рассчитан, этот курс, на там 50 лекций. Это несколько лекций, которые, за которые мы в таком встислом варианте ознакомимся, иншалла, и подготовим себя к вот тем знаниям, которые нас ожидают, да, так как основная вот такая порция знаний обычно там с сентября, да, то есть много там учёба, лекций и так далее. Поэтому это будет такой, ну, такой стимул, да, чтобы эти знания были иншалла полезны. Несколько слов о достоинстве знаний и учёных. То есть у нас есть несколько пунктов, которые будут здесь оговорены. Из повествований Корана о знании, из хадисов пророка, саллаху и вассалям, предпочтения знания по поклонению, некоторые из речений с подвижником, да будет доволен имя Аллах и последователей, отрывки из стихов о достоинстве знания, примеры высказываний учёных. Ну, о достоинстве знаний, наверное, очень много чего написано и все слышат, да, вот как бы часто в кругах мусульман, да, наверное, слышите, да, вот про то, что про достоинство знаний, что шариатские науки, они как бы вознаграждаются, да, и так, и нужно там учиться и так далее. Но, к сожалению, это не всех вот этот стимул подталкивает. И часто так, ну, в моей практике бывает, да, что родители очень, ну, так желают, чтобы их дети, они познавали, там, изучали, начинали, там, читать Коран и так далее, но при этом не являются примером, да, то есть сами, например, никогда не читают, но хотят, чтобы их дети читали Коран. Да, если родители будут там читать много, это не значит, что ваши дети такими же станут, но для них это будет пример, то есть они уже будут видеть, что это как бы, ну, как пример, да, то есть из детства. А если же этот пример не давать, и просто вот такой, как до этого было сказано, теория, да, без ощутимой, видимой практики, то может вызывать у детей сопротивление. Ученые написали достоинство знаний, и его обладатели многое, и посвятили этому специальные книги, да, если бы мы захотели собрать все аяты с их толкованиями и хадисы, с комментариями к ним, а также все то, что было написано об этом учеными минувших веков, и их преемниками нам потребовалось бы написать многие тома, чего мы сделать, конечно же, не в состоянии. То есть уже об этой теме, да, есть много всяких книг, трудов и чего-то нового, ну, вряд ли можно сказать, да, ну, можно его просто как бы по-другому сказать, или вот самое основное, да, или как-то другими словами, то есть вот передать. Достаточно сказать, что, говоря о высшем положении, достоинстве и особенностях знания, Ибн-Уль-Каим, да смиловица над ним Аллах, указал на более чем 150 его аспектов. То есть указано более чем 150, да, аспектов достоинства знания, особенностей знаний. То есть, да, можем представить, насколько это много. Хотя, если сейчас спросить большинство из нас, какие же достоинства знаний, ну, может, пять кто-то сможет назвать, да, то есть, ну, там, какие-то, а здесь 150, более чем 150. Здесь, о, искатель знаний, я очень кратко расскажу тебе о том, что говорили ученые о достоинстве знаний и его особенностях, да, то есть краткое содержание, чтобы это побуждало тебя идти по пути овладения знаниями со всей серьезностью и искренностью, и чтобы ты знал, что ступень знаний есть, наивысшая ступень, которую может достичь человек после пророчества. То есть, насколько вот, да, пророчества этой ступени уже никто не может достичь, да, то есть уже, как бы, печать пророчества, она закрыта, да, последний пророк Савлаха М 것이 нашлим он уже, как бы, все, последний, нету. Но наивысшая степень, да, после пророчества, то есть, по сути, это наивысшая степень, которая существует в данный момент, потому что пророчество уже, эта степень, невозможна достичь ее. Прекратившегося со смертью нашего пророка Мухаммада, так как пророчество прекратилось со смертью пророка Мухаммада. Первое. Из повествований Корана о знании, то есть какие у нас есть долили о знании. Их на самом деле много, здесь вот те, что упоминаются. Что касается аятов Корана, в которых речь идет о знании, то количество их достигает нескольких сотен. То есть более чем, ну, несколько сотен аятов говорят о том, что, ну, как бы роль знаний, да, или место знаний, оно высоко. И вообще о знаниях. И поэтому мы остановимся лишь на некоторых из них и распределим аяты по темам, а заглавим их следующим образом. То есть, как бы, структурировал аяты, которые приходят о достоинстве знаний, здесь автор, как бы разделив их на определенные темы. Да, а на самом деле аятов очень много. И некоторые темы, например, которые он выделил, возможно, есть на них больше аятов, но он дает, например, там, несколько долилей на данную тему. Первое – это путешествие в поисках знаний, да, то есть вот эта дорога в поиске знаний. И он наводит пример из Суры Пещера. И вот Муса сказал своему слуге, «Не остановлюсь, пока не достигну места слияния двух морей, даже если мне и придется потратить на это многие годы. Когда же они достигли места слияния этих морей, оказалось, что они забыли о своей рыбе». Второй пример. «Разве не путешествовали они по земле, и не было у них сердец разумеющих и ушей, которыми они внимали?» Да, и еще много других аятов есть, вот указывает. То есть, по сути, можем сказать, ну, разные там по поводу тавсиров, да, этих, если вот так явно, да, посмотрим, то есть вот это путешествие, да, когда человек путешествует для того, чтобы постичь что-то, да, то есть вот мы видим, как пророк Муса, алей-иссалям, да, то есть у него была тоже цель, «не остановлюсь, пока не достигну места в слиянии двух морей». То есть у него была цель такая, и он поставил ее, да, пошел вот в путешествие для того, чтобы достичь его. И, в принципе, это положительно, когда мы ставим цель и, например, говорю, я пока, если я там чего-то не добьюсь, вот в знании, да, я не остановлюсь. Это тоже тренирует, да, наше вот желание. Но, конечно, нужно, чтобы это было ради Аллахсу по Наталье, да, не для того, что я это делаю, для того, чтобы там доказать кому-то что-то или для того, чтобы там потом заработать какие-то деньги или для того, чтобы еще там можно придумать кучу каких-то причин, например, потому что там мама так сказала или потому что, не знаю, мне там ожидания от меня какие-то сильные, да, а потому что ради Аллахс по Наталье, да, потому что эти знания, они полезны, эти знания принесут вознаграждение. То есть, по сути, да, тут тоже закроется какой-то выгода, да, то, что мы делаем это ради Аллаха Субханна Тааля, но тут есть, что ради довольства Аллаха Субханна Тааля, да, и в конечном итоге все надеются на что? На то, что конечным исходом это будет рай, да, то есть, это как такое, по милости Аллаха Субханна Тааля, да, вот такое вознаграждение, вот. Второе, о чем говорится, или вот какие аяты упоминаются, это люди, обладающие знанием, упоминаются наравне с ангелами. То есть, когда мы говорим, в принципе, об ангелах, да, то есть, это представляем вот таких творений Аллаха Субханна Тааля, которые не ослушиваются его, они выполняют его приказы, у них нету какого-то, ну, ну, противостояния, да, или там желания ослушаться. И тем не менее, да, вот, несмотря на вот это полное подчинение, люди, обладающие знаниями, они упоминаются наравне с ангелами. «Свидетельствует Аллах, а также ангелы и обладающие знаниями, что нет Бога, кроме Него, и что Он совершит справедливость». Да, то есть, в первую очередь, Аллах Субханна Тааля, Он упомянул о себе, да, то есть, упоминал, упомянул себя, затем упомянул ангелов и затем обладающих знаниями. Ну, то есть, по сути, как бы, призвал их за свидетельствием, да, что Он является единственным Богом. Поставил вот здесь, после, в этом списке, да, после ангелов. «Знание возвышает знающего над другими». То есть, опять же, много аятов, которые на это указывают. «Скажи, разве равны друг другу те, которые знают, и те, которые не знают?» Да, то есть, это такой литерический вопрос. То есть, разве те, кто знающий, кто размышляющий, понимающий, да, они могут сравниться с теми, кто этого всего не имеет, не хочет, не стремится к этому. Да, то есть, это, как бы, вопрос, который имеет уже изначально ответ понятий, да, то есть, каждый, как бы, для себя отвечает. Конечно же, они не равны. «Аллах возвышает по степеням тех из вас, которые уверовали и которым даровано знаниями». То есть, конкретно здесь указывается, да, на возвышение по степеням. То есть, те, которым даровано знание. А для того, чтобы это знание, это не как какой-то флешка, которую засунули, и все, вот я знаю, да, скачал информацию. А это знание, которое, для того, чтобы его получить, нужно определенные усилия. Нужно где-то не доспать, где-то найти минуту, когда все спят, и прочитать в тишине какую-то книгу, где-то встать раньше других. Пока кто-то отдыхает и идет веселиться, да, когда вы отдаете предпочтение знанию, чтению, изучению. Кто-то идет на развлечения, а вы делаете, не знаю, там, какие-то конспекты и лекции, слушаете. Кто-то идет на какие-то празднования, вы, опять же, выбираете знания, да, то есть, по сути, это такой, ну, как бы, путь жертвования к какими-то вот такими, ну, обычными в окружении, в окружении, как бы, состояниями, да, когда люди, вот, чем-то занимаются таким бытовым, и вы из этого быта обычного, да, или, ну, обычно, там, если про женщин, да, или если, там, мужчин говорит, что когда, там, собирается, и, возможно, ведутся какие-то, ну, бесполезные, там, разговоры, да, то есть, человек отходит от этого, он изучает, он время тратит на полезное, да, это не так, что просто я, там, послушал и стал знанием, да, ну, как бы, носителем знаний, или поляблайн, нет, для того, чтобы действительно быть, ну, из тех, кого называют поляблайн, то есть, само вот это ищущий знание, то есть, это не знание тебя просит, как у нас часто бывает, что у стаза там был, вы будете на урок, а вы придете, то есть, по сути, сейчас бывает так часто, что учитель зовет учеников, придете ли вы, а не ученики просят, да, давайте, там, сделайте такой-то нам урок, а вот такое хотим знание, а вот такое, да, то есть, сейчас такое время, что много есть информации, и вот эта информация часто, как сказать, сбивает, да, многих сбивает, в том плане, что думает, что, ну, если я сейчас здесь, это не получу, завтра я получу в другом месте, в чем проблема, да, то есть, не видит никакой заинтересованности, часто учитель, ну, как бы бегает за учеником, или за студентом, и хочет эту награду получить, то есть, я призываю всех, да, к тому, чтобы, как бы, все задумались о том, что это награда за то, чтобы быть из рядов требующего знания, да, то есть, чтобы быть требующим, то есть, смотрите, в самом этом слове, талиб, да, талиб, это, ну, мы там, бываем, переводим его как студент, как студент, например, да, но, по сути, талиб – это требующий, ищущий, то есть, он требует, дайте мне это знание, ну, как бы жаждущий получить эти знания, а не сидящий и ждущий, что к нему придет, там, человек даст ему какую-то такую пилюлю, съел эту пилюлю, да, как он станет обладателем знания, да, то есть, как вот, как флеш, как говорю, так взяла информацию, компьютер ставила, и уже вроде как эта информация была в одном носителе, перенесли в другой, то есть, у человека так не бывает, да, и поэтому, да, мы можем сказать, что, вот, почему упоминается наравне с ангелами, да, потому что у ангела, в принципе, нету возможности перечить, или нету возможности, потому что он так вот, как бы запрограммирован, да, что он полностью подчиняется, слушается Аллаху спонатали, а у человека, у него есть выбор, и поэтому, если он выбирает, следовать за знанием, следовать, это по его воле, да, то есть, он выбирает это, и, соответственно, его награда за это велика, награда за это велика, вот. Знание – основа богобоязненности, да, то есть, у нас есть достоверные аяты, да, в которых нет сомнения, поистине боятся Аллаха из рабов, его только знающие. Да, вот часто бывает так, говорят, вот я, например, вот подскажите, я вот, например, хочу молиться, но как-то мне сложно, вот у меня там, у меня там дети, какие-то бытовые вопросы, или просто лень, вот как мне это? То есть, если бы человек, он познавал, он понимал, да, вот, у него были знания о том, как бы, кто такой Аллаху спонатали, да, что это его творец, что он, ну, то есть, вот, изучил бы его сефаты, его имена, да, он бы понимал, что, ну, как бы, не стоял бы вопрос о том, молиться или не молиться, да, то есть, бы такого вопроса не было. Почему? Потому что нету знаний, да, то есть, или если даже какие-то знания, возможно, некоторые говорят, да, ну, вот там, я знал, а потом вот перестал, да, так бывает тоже. Значит, эти знания, они были, ну, как бы, неправильная установка, да, то есть, вот, как я уже вначале говорила, то есть, мама там заставила, допустим, дети бывают, что, вот, потому что родители заставляют только, да, но они этого не осознают, ну, как бы, не осознают. Нужно детям тоже не силой, просто, что заставил, а именно, чтобы они понимали, да, вот, там, понятно, это не в один день, например, что, почему они молятся, да, у детей часто возникает такой вопрос, зачем, почему, да, да, то есть, объяснять, не так, так надо, и все. То есть, рассказывать о, вот, как именах Аллах Супанаталя, да, и о других, вот, эти знания не просто сухие, надо, а знания, они дают такое, как бы, сладость в поклонении, сладость в, ну, и в самом требовании знаний, да, то есть, человек, он не делает это, потому что надо, он делает это, потому что он, как бы, так сказать, тает перед той любовью к Аллах Супанаталя, да, то есть, он раскрывает его душу, вот, потому что эти знания дают ему такое широкое понимание, не просто какое-то узкое понимание чего-то, что вот надо, да, я слышу, все говорят, нужно вот учиться, и все. Ну, как бы, первое, это может хватить, да, вот все идут, и я иду, вроде как, давай запишемся, но если нет вот этого понимания, нет познания другого, если не пропускается через сердце, а только вот, как бы, через ум, то оно потом может утратиться, да, поэтому эти знания должны быть такими вот осознанными, полезными. Если человек, например, ну, как бы считается знающим, да, но при этом это не отражается на его, ну, как бы, личности изменения, да, в лучшую сторону, то тогда, скорее всего, у него просто знания просто теоретические. Да, там знаю, например, говорят, да, я знаю, что надо там молиться, опять раздень, там, Фаджир, Зуграсар, там, Маграби, ну, да, знаю, ну, как-то мне там лень, допустим, да, ну, ничего, я, как бы, наверстаю потом, там, у меня сейчас заняты, еще что-то. То есть человек, такие мысли не возникают, хотя он там все знает, потому что эти знания, они, как бы, поверхности, да, так мимо прошли, просто касанием, но не внутрь, и тогда мы не можем сказать, что такой человек знающий, то есть он просто владеющий информацией, скорее так, да, то есть много мы знаем, что там, например, часто, что там, например, какие-то, ну, грубо говоря, сахар вреден, там много сахара, но при этом все любят, или большинство любят сладенькое, да, то есть это, как бы, знание, это, как бы, мы владеем информацией, но мы ее, как бы, не используем, а вот знающий, он должен эту информацию использовать в реальности, да, то есть она должна быть полезна и ему, и уже тому, кто, как бы, кому он передает эти знания. Следующий, несведущий человек должен следовать за знающим, даже если он младше его, да, то есть у нас, и отец мой пришло ко мне знание, которого у тебя нет, да, так последуй же за мной, и я укажу тебе правильный путь. Очень часто бывает, вот некоторые говорят о том, что, ну, или есть такой вот гордыня, гордыня, это скорее гордыня, что вот как же этот, ну, как бы, так сказать, там, малыш, меньше, ну, условно, да, то есть меньше меня, я не буду за ним, как бы, следовать, хотя, может, человек действительно намного, ну, больше знающий, да, то есть возраст не всегда показатель знаний, вот, поэтому часто бывает так, что даже вот в моей практике, когда приходит уже сёстры, которые там старше возраста, да, и когда видишь вот это стремление и к познанию, да, к новому, это очень, ну, как бы, радует, и когда видишь, ну, вот не видно вот этой какой-то гордыни за возраст, да, то есть все стоят, как бы, в рамку учитель и студент, и нету какого-то там вот этого ощущения, что я старше, я знаю, да, потому что часто так бывает, ну, в жизни, на каких-то вопросах, да, тоже проявляется, что когда, так сказать, давит авторитетом возраста, но не авторитетом знаний, когда начинают люди, которые не знающие каких-то вопросов, вопросов, просто советовать и говорить, я же старше, я знаю, да, то есть, конечно, нужно там прислушиваться каких-то, каких вопросов, может, там, бытовых или еще что-то, да, как-то, но это не означает, что, ну, здесь, наверное, больше вопрос стоит вот к взрослым, да, чтобы они не не завязывали гордыню в требовании знаний, то есть, если человек хочет учиться, а, например, нету другого учителя, кроме как младше его, то это не должно быть преградой для того, чтобы вот он следовал этому желанию, да, то есть, что я вот хочу там кого-то постарше, возможно, нету старше, или в то время, когда вот этот уже взрослый человек, возможно, не было возможности такой учиться, а сейчас те, новое поколение у них есть эта возможность, и ее нужно, или его нужно эту возможность пользоваться не дай ей, этой возможностью. Так. Ниши по своему положению может достигнуть того знания, которого не дано постигнуть тому, кто выше его. Да, то есть, бывает так, что, как из разряда, что ученики могут превзойти своих учителей, да, то есть, когда на каком-то этапе ученики, например, со временем могут в какой-то момент перейти вот эту черту и превзойти своих учителей в знании или в положении или еще что-то, да, и ну, это нормально, да, то есть, возможно, как бы один из пожеланий здесь, да, чтобы не останавливаться, то есть, если человек, он всегда постигает знания, и кто-то в этом может быть более успешный, возможностей больше, да, и на каком-то этапе, например, там, условно, Мухаммед, он знающий более, да, а там какой-то его ученик, он не знает, потом ученик учится все, что мог дать ему Мухаммед и идет дальше, да, а у Мухаммеда не было больше возможностей там продолжать. Получается, его ученик на каком-то этапе уже переходит его знания и стает более знающим, и этого не нужно, ну, как бы, так, бояться, да, чтобы были, но в то же время нужно отдавать должное своим учителям, потому что часто так бывает, что когда кто-то развивается в какой-то там отрасли, да, и забывает вот учителей, своих, которые, ну, дали им, там, да, например, вот первые знания, то есть они начинают уже гордыней какая-то там одолевать, да, или еще какие-то там чувства непонятные. В рассказе о пророке Сулеймане Мир ему сообщается, что когда он решил наказать пропавшего удода, тот прилетел и сказал, я узнал то, чего ты не знаешь, и явился к тебе Исабы с верным известен, да, то есть он ему как бы правильно сказал, что я узнал что-то такого, то, что ты не знаешь. В рассказе о двух сыновьях Адама человек научился у ворона, то есть по сути, да, там вот удод, он дал ему вот какую-то подсказку на новые знания, да, и мы должны тоже вот учиться, как вот родители иногда учатся у детей, да, то есть вот что-то вот берут новое, не нужно этому как бы перечиться, да, то есть что вот нет, я там знающий лишь, здесь явный пример, что мы можем получить что-то новое от, казалось бы, того, кто, ну, как бы ниже знанием, да, и значением или положением, или там вот ворон, то есть как бы ворон и человек, то есть человек, он как бы выше, чем ворон, но тем не менее, посмотрев на его поведение, да, какие-то выводы сделал и получил знания и послал Аллах ворона, который разрывал землю, чтобы показать ему, как скрыть мертвое тело, своего брата, он сказал, горе мне, я не могу подобно этому ворону скрыть труп моего брата, и он стал сожалеть об этом, да, или в рассказе о Мусе, в мире ему и его слуге, Всевышний Аллах сказал, и там они обнаружили одного из наших рабов, которому мы оказали нашу милость и передали часть нашего знания, Муса сказал ему, могу ли я последовать за тобой, чтобы ты научил меня тому, что было дано знать тебе о прямом пути, да, Муса бесспорно был лучшим творением Аллаха в свое время, да, то есть Муса, он был пророком, то есть он, мы знаем, один из вот таких главных пророков, которые, да, вот, которым было послание дано, и тем не менее, да, по вот этому рассказу он там приходит, увидел человека, да, которого вот в каком-то вот моменте у него знаний больше, то есть он лучше разбирается в этом и попросил, да, то есть попросил последовать за ним, то есть у него не было какого-то высокомерия, что я ведь там пророк, я вот знающий, как я попрошу у какого-то другого там человека, который не является таковым. Так, сначала будем дойдем чуть-чуть еще и на этом закончим. Следующее, веление обращаться к обладателям знания в силу их высокого достоинства, да, спросите же обладателей знаний, если сами вы не знаете, то есть показывает на то, что следует задавать вопросы, спрашивать, не стесняться, как бы не бояться показаться незнающим, да, то есть если вы видите, что кто-то обладает более высоким знанием в каком-то вопросе, задавайте эти вопросы и получайте на них ответы. Вот те, которые уверовали, повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь посланнику и обладающим власти среди вас. то есть его толкают и как ученый, и как правитель обладающий власть. А если бы они обратились этим посланнику и предводителем из них, из их числа, то поняли бы это те из них, которые способны извлекать нужное. то есть Коран указывает на то, что именно сведущий в чем-либо человек способен сообщить правду об этом, не преувеличивая и не преуменьшая. Никто не даст тебе вести так, как сведущий. То есть тот, кто знает по какому-то вопросу, он может точно сказать. Остальные у них просто догадки могут быть, что возможно так или так, то есть это уже догадки. Поэтому следует спрашивать сведущего человека, а не кого-то иного. Спроси о нем сведущего. То есть если вы, например, ну, вас интересует какой-то вопрос конкретный, то вы ищите специалиста или знающего по этому вопросу, а не спрашивайте там, не знаю, там, агронома о том, как лечить там, не знаю, какой-то там безорукость, допустим, да, то есть у каждого свое направление. Знание это безбрежное море, даровано вам знание только немного. То есть по сути, да, как вначале вам говорилось, что когда человек вступает на путь вот знаний, в принципе, это как бы начало пути, это может путь этот начаться там в любое время, потому что познание, вот это желание познавать, оно как бы такое врожденное, да, мы видим, ребенок рождается, он начинает там что-то смотреть по сторонам, потом что-то тянуться, огукать, потом у него начинается период, вот везде он все трогает, лезет, то есть он познает мир, потом говорит, спрашивает, почему это, почему то, начинает это почемучки, потом еще какие-то и вот непрекращающийся такой поток, да, просто способы могут быть по-разному, да, кто-то там, если подавать ему полезные знания, то есть есть больше вероятность, что они этим заинтересуются, да, то есть делают причины как бы на это, а уже все как бы исходит от алафса по науторе. И безумнежное море, то есть по сути, если вы стоите на путь знаний, вы не можете полностью его, ну, как бы узнать, да, потому что знания, они такие, настолько широкие, да, то есть мы можем как бы взять знания, например, шариатские, да, то есть вот алим, да, то есть он должен знать и знания арабского языка во всех аспектах, да, там нахусарф, баляга, там и разные другие вопросы, там он шариатские, там фехлы, сира, то есть очень-очень много, да, то есть и это как бы анализировать, не просто брать под сухие, да, там как часто у нас бывает так урок какой-то идет и там вопросы, то есть а вы вот так не говорили, а в книжке вот написано по-другому, то есть человек он может санализировать или как бы прийти какие-то выводы, вот это минус, так сказать, образование иногда, когда сестры привязываются, у них не вот не включается анализ какой-то, да, то есть просто вот заучивание, зазубривание конкретно, там в книжке вот такое предложение, переставил по-другому, слова все уже такое пелена перед глазами и забывает, то есть знания, они по сути без, без крайней и сколько вы их будете учить, они вам вот как в море, вы сначала берега видите, а потом, когда плывете, вы уже не знаете, где тут конец, где начало, то есть вы уже плывете в этом море и просто как бы направление какое-то берете и двигаетесь, возможно, вы достигнете берега другого, да, в этой науке, то есть это будет как бы считаться, но вы можете поменять чуть-чуть там ракурс и уже это будет совсем другая, как бы другой путь и другой наука, но вода там как вот, вот эти знания, они как вода, да, то есть переплетаются, то есть что-то, например, если там учите арабский, потом заходит там, например, изучаете Коран, потом там таджвид, сюда арабский язык, потом тессир, сюда пошел там, алюмин Коран и так далее, то есть оно такое уже переплетается и начинает вам вот эти безграничные знания, да, то есть уже все, купаетесь в этих знаниях и получаете как бы море удовольствия, это в прямом смысле, как вот море. При умножении знания так, так, при умножении знания необходимо, да, то есть у нас и говори, Господь мой, прибавь мне знания, то есть это дуа из Корана, да, рабби изъединяем, я тут почему-то наоборот переставила, то есть вот это постоянное при умножении знаний, то есть только тут внимание, что не знание ради знаний, просто я там хочу знать, потому что хочу знать, да, а для того, чтобы получить, иншалла, награду, для того, чтобы постичь, да, вот то знание, которое будет полезно, которое будет полезно, людям и для Дуня и для Ахтира, да, иногда человек даже какие-то такие, допустим, изучать медицину и ставить цель, например, чтобы помогать людям и ради Аллаха спонаталя, да, делать, то есть как бы не означает, что только вот там шариатские знания, но в любом случае, да, любое знание, намерение должно быть таково, ну, есть обязательные шариатские знания, которые необходимы любому мусульманину знать, независимо от того, он врач, он там, агроном или он простой, там, не знаю, сапожник, да, то есть это уже не, есть минимум для всех, и кто ставит, как бы входит в мачли знанию, он должен соблюдать определенные правила его, независимо от его как бы уровня образования или там еще чего-то, да, ведь выше всякого обладателя знания есть более знающий, то есть есть всегда, когда вы посмотрите на кого-то знающего, будьте уверены, что есть тот, кто более знающий, чем он, посмотрите на того другого, кто-то увидите более знающего, чем вот тот первый и узнайте, что есть более знающий, чем вот этот, да, то есть, ну, кто-то может в каком-то аспекте больше знать, кто-то в другом, да, кто-то еще что-то, то есть всегда есть более знающий, то есть нельзя сказать, что вот этот тот самый, да, мы говорим, самый, например, умный в каком-то вопросе, а кто-то в другом, а кто-то еще в чем-то, всегда будет тот, кто более знающий. Обучение возвышает положение обучаемого, даже если речь идет о собаке. То есть они спрашивают тебя, что им дозволено в пищу. Скажи, дозволено вам все благое и то, что изловят для вас дикие животные, приученные вами к охоте, словно собаки. То есть такие, как собаки, как указал вам Аллах. И ешьте то, что они изловят для вас. Таким образом, обученный пес выделяется среди остальных собак. То есть смотрите, даже, казалось бы, это для блага. То есть научили, адресировали как бы пса на то, чтобы он, например, правильным образом ловил вот эту дичь, чтобы она была дозволена к еде. То есть она тоже приносит пользу. Казалось бы, собака, что собака – это собака. Но она приносит ее определенные навыки, которым научил их человек, дрессировщик, да, приносит пользу, там, хозяину или людям, да, и так далее. То есть даже, вот говорится, что дрессированный, да, вот этот вот пес, он даже выше, чем другие остальные. То есть которые… И чем он выше? Не своей породой, что он там, не знаю, какая-то овчарка там, не знаю, немецкая или что, а тем, что он более знающий, он более, как бы, более полезен, по сути, да, обладает конкретными знаниями и навыками, которые вот ученый пес. Поэтому вот можно даже на этом примере подумать, да, Супан Аллах, даже в сравнении, что пес, знающий, он выше, чем пес какой-то вот обычный, не знающий. Так, хорошо. Иншалла на сегодня вот будет достаточно. Мы первую часть с вами прошли. И на следующей неделе, иншалла, продолжим с вами разбирать эту книгу. Иншалла, вам было полезно. Баракаллаху фейкунна. Субханакаллаху маутихамди ка шеду аля аля халямта. Астагфир каатубу алейк. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Баракаллаху маутихамди каатубу алейкум ва баракатус. Каатубу алейкум ва баракатус.